Всем привет! Меня зовут Дарья и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из вашего бота Telegram в Google календарь. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные про обращение клиентов из Telegram бота в другие системы. Например, в Google календарь ввести учет данных про обращение клиентов из Telegram бота удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Telegram. Теперь необходимо указать действие, получить новое сообщение. На этом этапе необходимо подключить ваш Telegram бот к системе Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать токен бота. Для этого перейдите в ваш Telegram, найдите botfather и пропишите команду mybots. Далее в настройке бота выберите API токен. Копируем токен и вставляем в соответствующее поле в системе Apex Drive. Если вы не знаете, как происходит создание и настройка Telegram бота, то ссылка с подробной инструкцией будет в описании к этому ролику. Обратите внимание, если ваш бот был ранее подключен к другим системам, то это соединение нужно разорвать для корректной работы с Apex Drive. Как это сделать, подробно описано в нашей справке, которая также будет в описании к этому ролику. Давайте проверим, существует ли у этого бота подключение к другим системам. Для этого необходимо в браузере вставить эту ссылку, где вместо текста прописать токен вашего бота. Вставляем токен бота. Теперь видно, что с ботом все в порядке и текущих подключений у него нет, но если у вашего бота есть подключения, то их можно удалить. Для этого копируем и вставляем в браузер другую команду. Текст также заменяем на токен бота, а команду проверки наличия подключения заменяем командой удаления этих подключений. После того, как вы проделали эти операции и существующих подключений нет, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке Активные аккаунты, выбираем его и продолжаем настройку. Для данной системы дополнительных настроек не предусмотрено, поэтому просто кликаем Продолжить. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому также кликаем Продолжить. Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если тестовые данные не появились автоматически, нажмите Загрузить тестовые данные из Telegram источник или попробуйте сгенерировать действие в вашем Telegram боте. Если вас все устраивает, кликаем Далее. На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google календарь. Теперь необходимо указать действие, создать событие. На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Google календарь к системе Apex Drive. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с этим аккаунтом. После того, как подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и продолжаем настройку. Теперь необходимо заполнить поля данных. Укажите название вашего Google календаря, куда будут передаваться данные. Для того, чтобы назначить переменную, необходимо кликнуть в поле и выбрать ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, необходимо нажать Enter. «Музыка» 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 Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные» в Google календарь. Если вас все устраивает, продолжаем настройку в системе Apex Drive. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настройок интеграций и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok